А у нас для вас еще один сюрприз. Сегодня в студию Информбюро пришел человек, который стоял у истоков программы. Начинал корреспондентом, затем работал редактором, ведущим программы. Лицо Информбюро Иржан Сулейменов. Здравствуйте, Иржан. Здравствуйте. Я очень рад быть сегодня в этой студии, в этот день. Иржан, спустя столько лет вы внёс в этой студии. Какие у вас ощущения? Наташа, знаешь, честно говоря, Информбюро, наверное, это моя молодость, да, то есть и огромное количество лет, которые я провел на 31-м канале и в составе этой шикарной команды, которая запускала старейший на сегодня информационный продукт в стране. Знаете, Иржан, мы нашли очень интересное видео, возможно, вы даже забыли об этом моменте в своей жизни. Давайте посмотрим. Да, давайте. Вы помните этот момент? Да, на самом деле это конец 90-х, когда мы запускали Информбюро на 31-м канале. И, насколько я помню, это, наверное, фрагмент одного из... Это вот была неделя демократии, когда у нас было огромное количество оппозиционных лидеров в эфире. Вести новости в прямом эфире — это одновременно стресс, ответственность и наслаждение. Вы согласны с этим? На самом деле это огромное наслаждение, плюс еще это, конечно, ответственность перед той командой, которая целый день делает лучшие новости в этой стране. Не хотите зарядиться адреналином? Давайте попробуем, не вопрос. К международным новостям. Новые подробности стали известны о стрельбе в Лас-Вегасе. Стивен Падок, расстрелявший 58 человек из окна гостиницы, собирался бежать с места преступления. А в планировании массового убийства ему могли помогать неизвестные лица. Ранее подруга убийцы сообщила, что она не имела представления о намерениях Падока. Полиция подтвердила, что мотивы стрелявшего все еще остаются неясными. Доподлинно известно, что Падок играл в казино всего за несколько часов до преступления. 33 единицы оружия из 44, которыми владел Падок, были куплены им за последний год. Браво! Вы не растеряли мастерство. Ну, это большая школа на самом деле. Информбюро — это огромная школа, из которой вышло большое количество журналистов. Иржан, сегодня не только Информбюро отмечает свое 20-летие. У вас младшая дочь именинница. Поздравляем! Большое спасибо вам. Скажите, пожалуйста, кем вы видите свою дочь? Она пойдет по вашим стопам? Ваша супруга вела когда-то новости Информбюро? Да, большое спасибо. На самом деле и Камила Жасупова тоже работала ведущей, журналистом Информбюро. По поводу дочери, я думаю, когда она вырастет, она, наверное, сама решит, чем ей заниматься. Если она пойдет в журналистику, мы будем не против. Если она найдет какой-то другой путь, мы будем рады, если будет ее собственный выбор. Спасибо, Иржан. Я еще раз поздравляю вас с этой датой. Напомню, что у нас в гостях был Иржан Сулейменов. А вы дождитесь, не переключайтесь. Далее вас ждет очень много интересных сюрпризов. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok